Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную модную шапочку с отворотиком назад, которую можно носить как с опущенной макушкой, так и с подворачиванием макушки во внутреннюю сторону. То есть сейчас такая шапочка очень модненькая. На самом деле она имеет вот такой вытянутый мешкообразный вид, который в итоге потом на голове приобретает красивый вот такой вот модный, скажем, отворотик назад. Вязала я самым обычным узорчиком, достаточно простой легкий узор. Это шахматная вот такая вот наша визуализация шахматной доски. Или корзиночки. Вяжется очень просто, очень быстро, вы легко поймете, я думаю. Я максимально постаралась вам расписать и рассказать, как связать данный узорчик. Начнем мы с вязания резиночки 2х2, которая плавно перейдет в основной узор. Данную шапочку можно связать как мальчику, так и для девочки. На обхват головы 52-54 см, но ее также можно увеличить, либо уменьшить в обхвате. Высота полная от начала вязания до нашей конечности вот здесь вот макушечки у меня 25 см. То есть для данного, скажем, размера головы этой высоты более чем достаточно. Если будете уменьшать, соответственно, и уменьшайте длину. Также можно эту шапочку связать более укороченный классический вид, сделать ей. То есть вы будете вязать от начала вязания резиночки до начала убавления макушки минус 3 см, какую хотите высоту. К примеру, вы хотите шапочку высотой в 19 см. Соответственно, вам нужно от начала вязания до начала убавления макушки связать где-то порядка 16 см. И 3 см у вас идет на закругление макушки. Закругление я сделала вот такое самое обычное красивое, то есть переход из узора в лицевую гладь и такое вот стягивание петелек на самой макушке. Вязала я данную шапочку на 5 чулочных спицах. Она у меня, обратите внимание, без шва абсолютно. Можно также связать данную шапочку на круговых спицах, либо же на прямых. Если будете вязать на круговых, то вязание будет аналогично, такое же, как и у меня на чулочных спицах. То есть вязание по кругу, по спирали. Если же будете вязать на прямых, то, соответственно, вам нужно будет набрать на 2 кромочные петли больше, за которые вы затем сошьете на затылочной части. То есть шапочку сзади сошьете до самой макушки. Если же будете вязать поворотными рядами на 2 спицах, то все изнаночные ряды у вас будут ложиться по рисуночку. Кроме вот этих вот участков платочной вязки в шахматном порядке. Там у вас будет и с лицевой, и с изнаночной стороны 6 лицевых петель вот здесь вот на этом участке. В принципе, достаточно легко, быстро и просто свяжется шапочка. На данный размер у меня ушло меньше моточка. Конечно же, кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать Элизелла на гол 240 метров в 100 граммах. Более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео об этой пряже. Ссылочку смотрите в описании ниже под этим видео. Два набора чулочных спиц это номер 3 для резиночки вязания и номер 3,5 для перехода на основной узор. Далее нам понадобится крючок, ножнички и сантиметр. Можете также чулочные спицы заменить на круговые на лесочке. Кому как удобно вязать. Мне, например, на чулочных можете вязать на круговых. Рапорт узора для шапочки составляет 16 петелек. По ранее связанному образцу спицами номер 3 и пряжей, которыми буду вязать, я вычислила, что мне нужно для данной окружности головы набрать 95 петелек. Но при этом рапорт узора составил у меня 16 петель, 95 на 16 не делится. Делится самое ближайшее округление, это 96 петелек делится на 16. Поэтому я буду набирать 96 петель плюс 1 петельку для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Набираю начальные 2 петли на одну спицу для того, чтобы они не были у нас растянутые с краю. Приставляю вторую спицу и набираю еще 95 петелек. 2, 3, 4 и так далее. После того, как набрали наши петельки, визуально делим на 4 части и распределяем каждую из набранных частей на одну спицу. То есть смотрите, у нас сейчас распределены на 4 спицы петельки. Если у вас круговые спицы, то соответственно вы просто вытаскиваете одну свободную спицу и на вторую у вас остаются вот такие вот набранные петельки. Обратите внимание, чтобы у вас наборочная косичка не была перекручена. В правой руке у вас спица с рабочей ниткой и в левой руке у вас набранные первые 2 петельки на спице. Теперь мы будем замыкать вязание в круг. Смотрите, мы сейчас в правой руке держим ту петельку, которая была набранная последняя. 97 наша петля. Переносим ее к первой набранной петельке. Затем эту первую набранную петельку накидываем на последнюю и спускаем полностью между спицами связание одну петлю. То есть та первая набранная петелька спускается между спицами. Затем последнюю набранную петлю возвращаем обратно на правую спицу. Подтяните вот так вот аккуратненько спицы и хвостик наборочной косички тянем на себя, рабочую ниточку от себя. И теперь смотрите, после замыкания вязания в круг у нас получилась вот такая вот внутренняя красивая сторона наборочной косички. И всего у нас на 4 спицах 96 петелек. 97 петля спустилась у нас между вязанием. Теперь приготовьте либо булавочку, либо маркер, либо просто контрастную ниточку. И вот где у вас вот эти вот хвостики, присоединяйте сюда между двумя спицами булавочку. Вот так. Между, получается, четвертой и первой спицей. Цепляем булавочку, либо ниточку контрастного цвета. И затянув хорошо в разные стороны хвостик и рабочую нить, возвращаем хвостик на рабочую нить. То есть сейчас мы будем вязать первый ряд и параллельно завяжем вот этот хвостик, чтобы нам потом его не нужно было убирать. Первый ряд у нас очень простой. Мы начинаем формирование резиночки 2х2. Поэтому вяжем первая лицевая петля, вторая лицевая, третья изнаночная, четвертая изнаночная, пятая лицевая, шестая лицевая. Дальше седьмая и восьмая петля, это изнаночная. Завязав вот сюда вот наш хвостик, начальные несколько петелек, у меня это получилось 8, я бросаю хвостик и дальше продолжаю вязать лишь только рабочая ниточка. При этом продолжаю вязать 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. И так до конца ряда. Каждый конец ряда у нас будет отмечен вот этой булавочкой. То есть сейчас провяжем первую спицу, 2 лицевые, 2 изнаночные, вторую, третью и четвертую. Я при этом буду стараться распределять петельки на спицы. Можете, опять же, отчитать ровно 4 части, поделить. Либо же я чаще всего ориентируюсь на то, чтобы у меня каждая спица заканчивалась двумя изнаночными петлями. Мне так удобнее будет вязать каждую последующую петлю, начиная с 2 лицевых. Итак, у меня закончилась первая спица двумя лицевыми. Я со следующей спицы занимаю еще 2 изнаночные. Затем продолжаю вязать следующей свободной спицей. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И еще раз повторюсь, будет у меня каждая спица заканчиваться двумя изнаночными петлями. И каждая начинаться двумя лицевыми петельками. Закончив вязать первый ряд, у нас должно в конце ряда получиться 2 изнаночные. То есть у нас ряд начинался с двух лицевых, закончился двумя изнаночными. Значит распределили все правильно, все у вас отлично. И каким-то волшебным образом я сейчас посчитала, у меня на каждой спице все-таки поделилось ровно на 24 петли. То есть 96 поделила я на 4, получилось 24. И по ходу вязания и распределения петелек так у меня и получилось, не считавши по 24 петельки. Вот. Итак, продолжаем вязать второй ряд и каждый последующий ряд у нас будет похож на второй. То есть смотрите, мы сейчас над лицевыми будем вязать лицевые петли, над изнаночными, изнаночные. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что при вязании первого ряда мы вязали за 2 ниточки, то есть за рабочий, за хвостик. Поэтому сейчас вам нужно будет внимательно провязать этот ряд, чтобы не увеличить количество петелек. Вот у нас первая лицевая, нашли 2 ниточки. И вяжем за переднюю ближайшую стеночку лицевую, первую. И точно так же вяжем за ближайшую стеночку лицевую, вторую. Дальше нить перед работой. Вяжем первую изнаночную за дальнюю стеночку, вторую изнаночную за дальнюю стеночку. Если вы лицевые будете вязать за ближайшую стеночку, то у вас будет красивой неперекрученной косичкой ложиться лицевые петельки. Точно так же и изнаночные. Если будете вязать за дальние стеночки, то у вас с изнаночной стороны лицевая косичка будет ложиться красивенько. Провязав первые, у меня это 8 петель, у вас возможно больше-меньше за 2, скажем так, ниточки по ходу завязывания первого ряда, мы продолжаем просто вязать по одной ниточке 2 лицевые, 2 изнаночные. При этом формируем резинку уже 2х2 по первому ряду, мы продолжаем вязать каждый последующий. Я буду вязать вот таким вот образом, как второй ряд, еще в высоту где-то порядка 6-7 сантиметров. То есть от начала вот этой косички наборочной я буду вязать резинку не менее 6 сантиметров, для того, чтобы потом перейти на основной узорчик. Итак, связав первую спицу, мы переходим плавно на вторую. И точно так же на второй я продолжаю вязать лицевые за ближайшую стеночку, 2 изнаночные за дальнюю стеночку, лицевые 2 за ближайшую, изнаночные за дальнюю. И вот так вот, довязав до конца второй ряд до булавочки, свяжу в высоту общую резинки. Итак, я связала 17 рядочков в высоту и сейчас буду вязать 18 ряд, но буду считать его первым, так как я меняю спицу на больший размер и перехожу на вязание основного узора. Итак, первый ряд. Меняем спицу и начинаем вязать 2 лицевые, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Это и есть рапорт узора в ширину нашего рисуночка. Для удобства я сейчас буду вам расписывать каждый рапорт каждого ряда, для того, чтобы в дальнейшем вам показывать всего лишь один рапорт в начале ряда, а затем просто вы его повторяете, получается 6 раз. Смотрите, для удобства также можете перейти всего на 4 рабочие спицы, то есть у вас получится на каждой спице по 2 рапорта узора. Итак, 2 лицевые, 6 лицевых, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Это и есть рапорт нашего узора. 6 плюс 2 это 8, 10, 12, 14, 16. 16 петель, рапорт узора в ширину нашего рисуночка. И теперь повторяем до конца ряда. 2 лицевые, 6 лицевых, 2 лицевые, то есть 10 лицевых получается, если обобщить. 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. При этом не забудьте поменять в начале каждой спицы спицу на больший размер. Поменяли все спицы и вяжем второй ряд. Второй ряд вяжем 2 лицевые, дальше 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Это наши 16 петель. Так нам нужно повторить 6 раз. 2 лицевые, 6 изнаночных над 6 лицевыми предыдущего ряда, то есть это у нас 6 петель платочной вязки. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Пока у нас без изменения. Итак, вяжем второй ряд. Связав второй ряд до конца, третий и четвертый ряд это у нас как первый и второй. Пятый и шестой как первый и второй. То есть нам еще 2 раза нужно повторить вот эти 2 ряда. То есть смотрите, мы связали первый и второй ряд. У нас как первый еще третий и пятый ряд. А как второй ряд у нас еще четвертый и шестой. То есть вот эти два ряда еще раз два раза прочередуем, связав пятый, шестой, третий и четвертый ряд. Связав шесть рядочков рисуночка, у нас должно получиться вот такие как бы ячеечки через три столбика из двух лицевых. Теперь седьмой ряд мы провяжем просто один ряд резинкой 2х2, как и вязали до этого. То есть чередуем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. При этом у вас, обратите внимание, что должны совпадать столбики из двух лицевых над ними, 2 лицевые, из двух изнаночных столбик над двумя изнаночными. То есть вот так вот чередуем. Если посмотреть на наше описание, то мы 3 раза сейчас повторили 2 ряда, а затем у нас 1 ряд, 2 лицевые чередуем, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. То есть мы постоянно вот так вот вяжем целый 1 седьмой ряд, то 2 лицевые чередуя, то 2 изнаночные. Начиная с 8 ряда, нам нужно будет сдвинуть вот эти ячейки из платочной вязки в шахматном порядке. То есть они сейчас будут располагаться между 3 полосочкой из 2 лицевых и 5 полосочкой. То есть смотрите, 1, 2, 3. Между 1 и 3 располагалась ячейка до этого, а сейчас между 3 и 5. Смотрите, мы начинаем вязать, как всегда, с 2 лицевых. То есть это у нас неизменно. 2 лицевые, дальше у нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Теперь между 3 и 5 вяжем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это и есть наш раппорт узора. Я уже написала, то есть мы с вами писали по ходу. Я уже написала, это 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 10 петель резинки 2 на 2. Это вам будет легко запомнить. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные чередуем. 10 петель первых. А дальше 6 вяжем оставшихся петель раппорта из 16 петелек. 6 лицевых. И вот так вот повторяем дальше. Резиночка 2 на 2. 10 первых петелек. 2 лицевые, 2 изнаночные чередуем. А затем в конце раппорта вяжем 6 лицевых. 9 ряд у нас сейчас будет похож на 8. Но в 9 ряду мы уже над 6 лицевыми во второй части раппорта будем вязать 6 изнаночных. То есть мы сначала вяжем резинкой 2 на 2, 2 лицевые, дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. То есть 10 первых петель мы вяжем резинкой 2 на 2 по рисунку над двумя лицевыми. 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные, над двумя лицевыми 2 лицевые, дальше 2 изнаночные и 2 лицевые. А оставшиеся 6 петель раппорта мы вяжем над 6 лицевыми предыдущего ряда 6 петель изнаночные. И это у нас сейчас 9 ряд. То есть разница между 8 и 9 рядом лишь только в конце раппорта вместо 6 лицевых уже 6 изнаночных. То есть над 6 лицевыми 8 ряда в 9 ряду 6 изнаночных. И теперь смотрите, снова нам нужно будет повторять вот эти 2 ряда. То есть по счету это 8 и 9 ряд. Нужно будет повторить снова 3 раза, как и первый раз. То есть первый раз мы с вами вязали первый ряд, третий и пятый, как первая строчка. Второй, четвертый и шестой, как вторая строчка. Дальше седьмой ряд мы провязали с вами резинкой 2 на 2. А теперь у нас идет по счету 8 и 9 ряд. Вот мы 8 будем вязать 10 и 12, как вот этот получается 4 строчка. И 9, 11, 13, как пятая строчка. То есть снова последних 2 ряда мы с вами прочередуем еще 2 раза, для того, чтобы получилась вот такая ячейка, которую мы вязали с вами изначально. То есть ячейка из платочной вязки 6 наших петелек. Вот благодаря вот этим 6 петелькам и будет у нас получаться вот такая ячейка из платочной вязки. То есть сейчас самостоятельно довяжите 9 ряд, который мы с вами начали. Затем 10, 11, 12 и 13 ряд. Затем 14 ряд. Мы с вами снова вернемся к 7 нашему ряду. И свяжем резиночкой 2 на 2, для того, чтобы закрепить нашу ячейку. Но пока сейчас вяжите самостоятельно еще 2 раза, прочередуя вот этих наших 2 рядочка со второй ячейкой в шахматном порядке. И затем мы с вами 14 ряд вместе продолжим. Связав 3 раза чередование второй части рапорта в высоту, получается закончили мы 13 рядом и 14 ряд, как я уже говорила, мы его свяжем как 7 ряд. То есть прочередуем просто 2 лицевые и 2 изнаночные резиночку 2 на 2. Первый у нас 2 лицевые идут, так 2 лицевые и вяжем. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и снова 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Это и есть наши 16 петель рапорта. И дальше просто продолжаем чередовать 2 лицевые и 2 изнаночные. Обратите внимание, что у нас лицевые также совпадают, как и прежде, с лицевыми, а изнаночные, как и прежде, совпадают с изнаночными. и так по ряду до конца и сейчас смотрите у нас это закончился первый раппорт высоту полный раппорт состоящий в ширину из 16 петелек и высоту 14 рядочка то есть 1 2 3 4 5 6 7 ряд 8 9 10 11 12 13 ряд и 14 последний ряд вот такие вот раппорты высоту мы будем вязать до начала убавления петель для закругления макушки нам нужно связать полных 22 сантиметра от начала наборочной косички до тех пор пока у вас не будет полных 4 раппорта основного узора то есть мы с вами связали резиночку и один раппорт дальше повторите 3 раппорта узора основного самостоятельно и остановитесь на вязании первого ряда 5 раппорта основного узора первый ряд пятого раппорта мы сейчас свяжем с вами вместе и посмотрим что мы с вами записывали ранее мы должны связать две лицевые 6 лицевых то есть у нас пойдет на расширение слова первая часть раппорта затем 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так повторить полностью каждый раппорт по кругу провязываем начинаем с двух лицевых по рисуночку так и вяжем две лицевые дальше вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 и 6 связали 6 лицевых дальше у нас идет снова 2 лицевые промежуточные наши и вяжем по рисуночку 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные то есть наша первая часть раппорта пошла на расширение у нас будет вот такие замечательные волны а вторая часть пошла как бы на сужение и так повторяем с каждым раппортом то есть формируем уже расширение первой части раппорта 2 лицевые дальше 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 промежуточные 2 лицевые и дальше идут у нас 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные вот так продолжаем вязать до конца этого ряда довязав первый ряд во втором ряду мы немножечко поменяем наш раппорт узора смотрите во втором ряду мы должны будем вязать 2 лицевые 6 изнаночных 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные первую часть раппорта мы вяжем так как и вязали раньше 2 лицевые дальше идут 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 и 2 лицевые первую часть раппорта мы связали как бы по рисуночку идя на расширение а вторую часть раппорта мы должны будем сузить немножечко. Поэтому сейчас я вместо 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных свяжу 1 изнаночную, 2 лицевые, 1 изнаночную. Как я это сделаю? Беру, снимаю за дальние стеночки 2 изнаночные и поворачиваю как бы задней стеночкой вперед к нам. Дальше завожу рабочую ниточку вперед и вяжу 2 изнаночные за ближайшие стеночки 1 изнаночные, то есть делаю убавление 1 изнаночной петли. Дальше вяжу 2 лицевые по рисунку внутренние и из 2 второй пары 2 изнаночных вяжу 1 изнаночную, но для того, чтобы рисунок у нас имел красивый вид, то я разворачиваю вот так вот дальние стеночки изнаночные петли и вяжу вместе 1 изнаночной. То есть сейчас у меня раппорт узора составляет 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Мы сократили 2 петли из 16, провязав вторую часть раппорта узора вместо 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, убавление из 2 изнаночных связали 1 изнаночную, 2 лицевые и снова убавление. Провязали 2 изнаночные, 1 изнаночной вместе 2 петли. Для удобства я развернула дальними стеночками вперед и провязала за эти дальние стеночки, которые я развернула, вместе 1 изнаночной петлей. Так я буду продолжать делать убавления до конца ряда, сокращая каждый раппорт на 2 петли. Смотрите, первую часть раппорта мы вяжем по рисунку. Это 2 лицевые, 6 изнаночных, идем на расширение первой части раппорта, 2 лицевые, а дальше 2 изнаночные я разворачиваю дальними стеночками вперед и вяжу 1 изнаночной петлей. Затем 2 лицевые и средние так и вяжу 2 лицевые, а изнаночные снова поворачиваю дальними стеночками вперед и вяжу вместе 1 изнаночной петлей. Вот так вяжем до конца этого ряда. В третьем ряду мы свяжем по рисунку третьего ряда, как и вязали ранее. Но смотрите, у нас сейчас немножечко изменена наша вторая часть рапорта. Вместо двух изнаночных уже у нас по рисунку по одной изнаночной. Поэтому мы сейчас провяжем по рисунку третьего ряда, но с изменением, что будет у нас вместо двух изнаночных двух лицевых двух изнаночных по одной изнаночной с каждой стороны. Итак, вяжем 2 лицевые над двумя лицевыми. Дальше идет у нас 6 лицевых по узору платочной вязки, там где у нас расширение идет рапорта. Дальше вяжем 2 лицевые, и у нас сейчас идет 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Вот так, связав первый раппорт по рисунку, мы продолжаем вязать каждый из раппортов. Это 2 лицевые, 6 лицевых платочной вязки нашей над 6 изнаночными предыдущего ряда. Дальше 2 лицевые и изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Вот так вяжем до конца ряда, повторяя раппорты. В четвертом ряду мы снова сделаем сокращение. Первую часть раппорта мы вяжем по рисунку. У нас идут 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. Дальше по узору платочной вязки у нас должно быть 6 изнаночных, поэтому вяжем 6 изнаночных, как бы продолжая расширение первой части раппорта. Теперь 2 лицевые промежуточные, так и вяжем 2 лицевые. Сейчас у нас осталось до конца раппорта 4 петли изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Мы сейчас лицевую и изнаночную вяжем вместе, вот так вот заводя за лицевую петельку, вяжем вместе лицевую и изнаночную 1 лицевой петлей. Дальше, чтобы провязать следующую лицевую и изнаночную одной лицевой, я поворачиваю лицевую петлю вот так вот дальней стеночкой вперед. И вяжу за дальние стеночки лицевую и изнаночную вместе одной лицевой. Почему я так сделала? Для того, чтобы повернуть красиво петельку лицевую, вот эту вот косичку нашу. Получается, первую пару я провязала с наклоном вправо, сделала убавление. А вторую пару провязала с наклоном влево, сделала убавление и красиво у меня получилось. Теперь подряд идут, как бы сейчас последние 4 лицевые петли. То есть в конце нашего первого рапорта у нас должно идти 4 лицевые петли. Итак, продолжаем вязать. Две лицевые над двумя лицевыми. Дальше 6 изнаночных по рисунку платочной вязки. И 2 лицевые, наша промежуточная полосочка. И теперь вяжем вместе лицевую и изнаночную петлю одной лицевой. И дальше я разворачиваю лицевую петлю, вторую, дальней стеночкой вперед. И за дальней стеночки вяжу лицевую и изнаночную вместе лицевой. То есть делаю подряд 2 убавления, сокращая 2 петли. У нас сейчас получается вместо изнаночной и 2 лицевых и изнаночной всего лишь остается 2 лицевые петли. Вот так продолжаем до конца ряда этого сокращать снова по 2 петли в каждом рапорте узора. В пятом ряду мы снова будем делать ряд с убавлениями. Но сейчас как раз таки настал момент, что мы будем делать не во второй части рапорта убавления, а в первой. Там, где у нас идет расширение. Сейчас мы вместо 6 изнаночных будем делать 4 изнаночные. То есть первую пару 2 изнаночные мы провяжем вместе одной петлей. И третью пару мы провяжем вместе одной петлей. Средние 2 изнаночные мы провяжем по рисуночку. То есть первые 2 лицевые мы так и вяжем 2 лицевые по рисуночку. Дальше 2 изнаночные мы вяжем за дальнюю стеночку одной лицевой петлей. так как по рисунку платочной вязки сейчас лицевые петли. Дальше вяжем 2 лицевые над средними 2 изнаночными. И следующие 2 изнаночные вяжем 1 петлей лицевой. То есть сейчас у нас вместо 6 петель изнаночных уже 4 лицевые. Теперь довязываем до конца наш раппорт. У нас до конца раппорта остается 4 лицевые петли. Так и вяжем 4 лицевые. Сейчас у нас получается всего в раппорте 10 петель, которые повторяются. То есть смотрите, мы вяжем над двумя лицевыми 2 лицевые. Дальше 2 вместе петли 1 лицевой. 2 лицевые по отдельности вяжем. И 2 вместе 1 лицевой. Дальше до конца раппорта довяжем 4 лицевые петли. Вот так вот повторяем до конца ряда. Все вяжем по рисунку над платочной вязкой, над 6 изнаночными предыдущего ряда. Теперь у нас 4 лицевые, провязав первую пару вместе. Потом 2 петли лицевые. И третью пару вместе провязали 1 лицевой петлей. Все остальные петли у нас также лицевые. То есть в этом ряду у нас фактически все петли лицевые. Я еще раз вам покажу, что 2 лицевые над двумя лицевыми вяжем. 2 следующие изнаночные вяжем 1 лицевой, делая убавление. По отдельности 2 лицевые провяжем. И 2 вместе 1 лицевой петлей. Второе убавление. Дальше до конца раппорта довяжем 4 лицевые петли. Вот так повторяем до конца этого ряда. Шестой ряд вяжем по рисунку. 2 лицевые над двумя лицевыми. Дальше у нас идут 4 лицевые по рисунку платочной вязки. У нас сейчас должны идти 4 изнаночные. Поэтому вяжем над 4 лицевыми 4 изнаночные петли. Затем снова у нас идут 2 лицевые и 2 лицевые до конца раппорта. Сейчас наш раппорт нужно провязать по рисунку. И у нас уже в раппорте 8 петель. 2 лицевые, 4 изнаночные по рисунку платочной вязки. И 4 лицевые до конца раппорта. Из них 2 лицевые так и идет у нас полосочка. И 2 лицевые у нас сократились из 6 предыдущих связанных петелек расширения. Вот так вот. То есть вяжем 2 лицевые нашу дорожку. Дальше 4 изнаночные. У нас уже сократились вместо 6 4 изнаночные. И до конца раппорта довязываем 4 лицевые. Это 2 лицевые наша дорожка. И 2 лицевые вместо 6 петель второй части раппорта. В седьмом ряду снова будем делать убавления. Первую часть раппорта вяжем по рисунку. Как у нас она должна ложиться. Смотрите. На двумя лицевыми нашими дорожкой вяжем 2 лицевые. Дальше по узору сейчас должен быть переход на вот эту вот часть нашу. То есть идти на уменьшение рисунок. Поэтому вяжем 1 изнаночную. Дальше 2 лицевые. 1 изнаночную. То есть над 4 изнаночными предыдущего ряда у нас должна быть 1 изнаночная, 2 лицевые центральные, так идти 2 лицевыми, и изнаночная. Дальше вяжем 1 лицевую. И нам нужно сократить вот эти центральные 2 лицевые, то есть наше уменьшение, которое шло от расширения. Вот оно у нас. 2 лицевые наши дорожки с одной и с другой стороны 2 петельки. И вот они 2 центральные петельки, то есть 2 последние петли раппорта. Нам нужно их сократить. Смотрите, как мы делаем. Мы 1 лицевую с дорожки вяжем лицевой, а вторую мы должны провязать вместе с вот этой центральной одной лицевой. Если мы сейчас провяжем просто вместе, это будет некрасиво, поэтому я предлагаю вам повернуть дальними стеночками вперед, то есть снимаем на правую спицу непровязанные 2 лицевые, и разворачивая, одеваем обратно. Вот так. И дальше за дальнюю стеночку вяжем 2 вместе 1 лицевой петлей. Мы развернули косичку, и у нас получилось с наклоном влево, мы провязали 2 вместе 1 лицевой петелькой. Сократили 1 центральную петлю. Дальше нам нужно с другой стороны точно так же сократить вот эту центральную петлю. Как раз таки здесь мы и свяжем, заводя за вторую лицевую петельку, вместе вяжем 1 лицевой, то есть вяжем с наклоном вправо сокращение. И таким образом мы как бы повернули красиво косички, и у нас пошло на уменьшение петельки. Сейчас мы должны будем повторить. 1 лицевая, так как первую лицевую мы уже связали с конечной петлей первого рапорта, то есть вот эту петельку, первую петлю рапорта, мы связали с последней. Мы уже в конце рапорта там провяжем вместе. Сейчас мы вяжем над изнаночной 1 изнаночную, дальше над 2 изнаночными 2 лицевые и 1 изнаночная. Теперь снова 1 лицевую вяжем с нашей полосочки, 1 лицевую лицевой, дальше вторую лицевую вяжем с 1 лицевой из центральных петель. Для этого берем, снимаем, петельки не провязаны, и разворачивая возвращаем обратно на левую спицу. И вяжем за дальнюю стеночку вместе 1 петлей лицевой. Следующую петлю для удобства я перенесу на следующую спицу, вот так. И дальше мы этот ряд, наверное, пожалуй, провяжем до конца вместе, чтобы вы не запутались. Сейчас мы вторую центральную петельку вяжем с первой петлей следующего рапорта. То есть первую и последнюю петлю вяжем, заводя за вторую лицевую вместе 1 лицевой. Делаем сокращение. Дальше у нас 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Это над расширением нашим. И дальше снова 1 лицевая. Следующие 2 вместе, разворачивая дальними стеночками, вяжем 1 лицевой за дальнюю стеночку вместе 1 лицевой, вот так вот. И заводя за вторую лицевую, вяжем 2 вместе следующую пару, также 1 лицевой петлей. То есть, как бы мы, получается, сейчас первую петлю следующего рапорта и последнюю петлю предыдущего рапорта вяжем вместе 1 лицевой петелькой. И таким образом мы сокращаем вот эту центральную нашу полосочку из лицевых, уменьшая еще наше предыдущее расширение. А то расширение, которое мы делали в начале рапорта, мы также делали убавление в предыдущем ряду, а сейчас мы вяжем по рисунку, как бы провязывая вот этот мотивчик из изнаночных петелек и центральной полоски из двух лицевых. Вот так вот нам нужно довязать до конца этого ряда. Довязываем 1 лицевую, дальше над 4 изнаночными вяжем 1 изнаночную, 2 лицевые, 1 изнаночную. И снова 1 лицевую вяжем над нашей полосочкой, первую лицевую, дальше вторую лицевую и центральную первую лицевую вяжем вместе, поворачивая, вяжем за дальние стеночки с наклоном как бы влево. А следующую лицевую петлю центральную я переношу на следующую спицу для удобства. И затем вяжу, получается, первые 2 петли, перенесенную и первую петлю рапорта, вяжу вместе 1 лицевой, не поворачивая с наклоном вправо. Дальше довязываю 1 лицевую. Снова изнаночная, 2 лицевые вяжу, и изнаночная. Это над 4 изнаночными. И дальше 1 лицевая. Следующие 2 лицевые вяжу вместе с поворотом, за дальнюю стеночку вяжу. И следующие 2 вяжу также 2 вместе, но уже просто с наклоном вправо. И довязываю 1 лицевую. До конца этого рапорта у нас остается изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 1 лицевая из нашей косички, и вторую лицевую я вяжу вместе с центральной, поворачивая дальние стеночки вот так вот, поворачивая вперед, и за дальние стеночки, которые у нас сейчас, вяжу 1 лицевую. И теперь нам нужно провязать в конце ряда 2 вместе 1 петлей лицевой. Вот так. То есть получается сейчас последняя петля ряда и первая петля провязалась вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вот так. То есть сейчас у нас рапорт с вами состоит из лицевой, дальше изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, и всего лишь 2 лицевые. То есть получается у нас сейчас как бы рапорт, первый и следующий рапорт соединены одной петлей. То есть как бы у нас рапорт еще сужается благодаря тому, что мы провязывали рапорт 1 со следующим рапортом, первой петлей и последней вот здесь, вот каждого рапорта. А восьмой ряд свяжем с вами по рисунку, который задали в предыдущем ряду. То есть над лицевой вяжем лицевую. Дальше у нас идет изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Так и вяжем. До конца рапорта у нас остается 2 лицевые. Затем снова повторяем, как бы лицевую мы переносим. Можете перенести для удобства последнюю петлю на первую спицу, но я так пока и оставлю. Лицевую вяжем, дальше изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. И до конца рапорта у нас остается 2 лицевые. Снова 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. То есть фактически у нас сейчас должно идти 2 изнаночные и 2 лицевые, но так как нет у нас уже 2 изнаночных, то вяжем то, что имеем. 2 лицевые, дальше изнаночная, 2 лицевые, изнаночная и 2 лицевые. То есть просто вяжем по рисунку Над петлями предыдущего ряда уже петли этого ряда. Над изнаночными вяжем по изнаночной петле. И над всеми лицевыми остальными вяжем лицевые петельки. В 9 ряду мы сейчас с вами полностью сократим вот эти изнаночные петельки. То есть у нас останется в конце этого ряда все петельки лицевые. Как это сделать? Для удобства я все-таки перенесла последнюю лицевую петлю ряда. Сначала, чтобы у меня ряд начинался все-таки с вот этих двух лицевых, с нашей дорожки, как всегда мы вязали. Поэтому вяжем две лицевые над двумя лицевыми. И дальше у нас получается изнаночная, две лицевые, изнаночная. Вот эти две лицевые, центральные, мы будем ими перекрывать, закрывая вот эти изнаночные. Заводим за вторую петлю, то есть лицевую, и вяжем вместе лицевую и изнаночную петлю одной лицевой. То есть сделали сокращение. Дальше вторую лицевую и вторую изнаночную также свяжем вместе одной лицевой. Для этого мы разворачиваем дальней стеночкой вперед и вяжем за дальней стеночкой лицевую и изнаночную петлю одной лицевой. И у нас получается, смотрите, 4 лицевые. То есть вместо 6 петель у нас сейчас 4 лицевые петли. И до конца этого рапорта у нас остается довязать 2 лицевые. То есть с рапорта с нашего всего лишь осталось 6 лицевых. Повторяем. 2 лицевые вяжем над двумя лицевыми дорожки нашей. Дальше лицевую и изнаночную вяжем вместе одной лицевой, сокращая изнаночную петлю первую. Дальше вторую лицевую разворачиваем дальней стеночкой и вяжем вместе с изнаночной одной петлей. До конца рапорта довязываем 2 лицевые. То есть из центральных 2 лицевых петелек мы с помощью их сокращаем изнаночные, провязывая попарно вместе. Вот так вот вяжем до конца ряда, сокращая полностью с этого ряда изнаночные петельки. И в 10 ряду также продолжаем делать сокращения. Обратите внимание на вот эти вот наши полосочки из 2 лицевых дорожки, которые длились у нас как бы разделительные дорожки между платочной вязкой шахматками. Вот они у нас. Лицевая полосочка, лицевая полосочка, лицевая полосочка. И находим центральные вот эти вот лицевые петельки между полосочками. Вот их хорошо видно. Полоса, 2 лицевые центральные, полоса, полоса, 2 лицевые центральные. Вот эти по 2 лицевые центральные мы должны будем сократить в этом ряду. Что мы делаем? Смотрите, первую лицевую ряду, то есть первую петлю полосочки, мы так и вяжем лицевой. Дальше, следующие 2 лицевые, то есть вторую лицевую полосочки и первую центральную лицевую, мы должны будем провязать вместе одной петелькой. Сейчас, опять же таки, если мы провяжем вместе одной лицевой, получится искажение. Поэтому я предлагаю вам следующие 2 петли развернуть дальними стеночками вперед и лишь после этого вязать за дальние стеночки вместе одной лицевой петлей, то есть с наклоном влево провязывать лицевую петлю. Мы провязали, получается, вторую петельку нашей полосочки. И теперь следующие 2 лицевые, то есть вторую центральную петлю и первую петлю следующей полосочки вяжем вместе одной лицевой, заводя за вторую лицевую петлю. Дальше по рисунку нам нужно довязать эту лицевую полоску и следующую одну лицевую петельку. Затем следующие две мы вяжем с поворотом дальними петельками вперед с наклоном влево, две вместе одной лицевой. Вот так. То есть сокращаем вот эти центральные две лицевые петли. Дальше следующие две петли также вяжем одной лицевой, заводя за вторую лицевую петельку. Я сейчас поворачиваю петли с наклоном, делаю то влево, то вправо, для того, чтобы красиво сделать сокращение без искажения. Хотите, можете просто попарно провязывать вот эти вот петельки с центральными ближние прилегающие лицевые петли. Ими как бы перекрывая, делая сокращение. И довязываем до конца второго рапорта одну лицевую петлю. Сейчас у нас вместо уже шести петелек уже остается четыре петли рапорта. То есть я сейчас провязала два рапорта и у меня всего лишь восемь петелек осталось. Разворачиваю на следующую спицу и еще вам раз помогу провязать. Первую лицевую петлю, полосочки наши из лицевых двух вяжем лицевой. Дальше, следующую лицевую и первую центральную петлю разворачиваем дальними стеночками. И вяжем за дальнюю стеночку одной лицевой петлей две петли вместе. Дальше, следующую пару провяжем. Вот так вот у меня пошло разделение. Обращайте внимание, чтобы у вас не делились ниточки. И вместе одной петелькой вяжем следующие две лицевые. И теперь опять у нас идет до конца первой полосочки лицевая и начало следующей полосочки. Две лицевые провязала. Теперь снова разворачиваю следующие две лицевые, центральную и вторую петельку. И вяжу вместе одной лицевой. Затем две следующие петельки вяжу вместе одной лицевой, заводя за вторую лицевую петлю. И довязываю одну лицевую до конца второго рапорта. И снова одну лицевую вяжу лицевой, первую петлю рапорта. Следующие две петли рапорта я поворачиваю дальними стеночками. И вяжу за дальние стеночки лицевую одну петлю. Дальше завожу за вторую петлю лицевую. И следующую пару вяжу вместе одной лицевой с наклоном вправо. И довязываю одну лицевую. Снова одна лицевая, две петли с поворотом, с наклоном вот так вот делаю влево, вяжу одной лицевой. И с наклоном вправо две следующие петли вяжу одной лицевой. Довязываю до конца второго рапорта на этой спице одну лицевую петлю. То есть провязали первую петлю рапорта, центральные четыре петли провязываем попарно. Для удобства я провязываю их с наклоном и довязываю последнюю петлю рапорта одной лицевой. Первая и последняя петля лицевая. Четыре центральные петли провязываю попарно. Это так, чтобы вы поняли. Вот. И вот так вот довязали мы до конца этот ряд. Теперь следующий ряд я провяжу для удобства все петельки лицевые, чтобы как-то немножечко сгладить нашу макушку. Если мы сейчас продолжим делать убавление, то у нас получится такая вот волнистая макушка. Мне этого не нужно, мне хочется ровную красивую. Поэтому я провяжу полностью все петли до конца этого ряда лицевые. Без изменения какого-то, без убавления до конца ряда. Двенадцатый ряд. Продолжаем делать снова убавление. Как мы сделаем убавление? Смотрите, у нас 4 петли раппорта, мы средние 2 петли будем вязать вместе одной лицевой. Первую петлю вяжем лицевой. Дальше следующие 2 петли вместе вяжем одной лицевой. И довязываем до конца раппорта одну лицевую. Снова лицевая, 2 вместе одной лицевой, лицевая. Вот так вяжем до конца ряда. В тринадцатом ряду первые 2 петельки вяжем вместе одной лицевой. То есть в начале ряда сразу же делаем убавление. Дальше вяжем 1 лицевую и снова делаем убавление. Опять чередуем 1 лицевая, делаем убавление. Убавление это значит провязываем 2 петли вместе 1 лицевой. Для удобства я завожу снова спицу за вторую петлю. Сделали убавление, вяжем 1 лицевую. Снова сделали убавление, провязали парно вместе, 1 лицевую. Вот так чередуем до конца этого ряда. Ряд у нас закончился лицевой петлей и теперь у нас осталось на каждой из 3 спиц по 4 петли. То есть 12 петелек по кругу. Сейчас я предлагаю вам эти 12 петель провязать просто лицевыми петельками. Хотите, по желанию можете провязать попарно, но мне кажется, что будет слишком вытянутая макушка. Поэтому я провяжу просто все петельки лицевые. То есть все 12 лицевых петель до конца ряда я провяжу просто без изменения. Без какого-либо убавления, как бы выравнивая предыдущие ряды убавления. Дальше провязываю первую петельку ряда 1 лицевой и одеваю обратно ее на левую спицу. И постепенно, начиная переодевать на нее петельки, начиная вот со второй петли, спускаю полностью со спицы, одевая на петлю. То есть такими вот протяжками я переодеваю все петельки с первой спицы на первую провязанную петлю. Дальше переношу ее на следующую спицу и переодеваю каждую последующую петлю на нее. То есть на эту петлю перенесенную переодеваю полностью все петельки рядом. И у меня как бы фактически получается, что можно перенести крючком, то есть крючок вводите полностью в 4 петли на спицы и проводите сквозь них вот эту рабочую петлю. Либо же просто вот так вот переодеваете. Мне так удобнее спицами можете продеть крючком. То есть сейчас мы стягиваем нашу макушечку, переодевая на первую лицевую петлю. И у нас по ходу переодевания по часовой стрелочке получилась всего лишь одна рабочая петля. Для удобства я ее переодену на крючок. Вот так. Вы так резко не вытаскивайте, чтобы у вас вязание не распустилось. Я просто знаю и уверена, что она у меня не вытянется. Вы так резко не экспериментируйте. Теперь затягиваем хорошо нашу петельку. Как это делать? Смотрите, тянем то в крючке петельку, которая у нас, а крючок тянем, то рабочую ниточку. Крючок, ниточку. И таким вот образом мы затягиваем вот эту нашу центральную, вот эту вот макушечку нашу, чтобы здесь не было дырочки. Обязательно обратите внимание, чтобы не было дырочки. И в то же время, чтобы не было такого вот присобранного четкого верха в виде поцелуйчика. После этого можете по желанию немножечко расправить вот так вот в стороны ваше присобранное вот здесь отверстие. И делаем две воздушные петли крючком. Вот так. Вытаскиваем нашу петельку рабочую и гденьте пальчик в центр. Посмотрите, у вас на макушке не получилось ли здесь дырочки. То есть, если у вас виден пальчик, то дырочка есть. Если не видно пальчика, то дырочки нет. Теперь отрезаем нашу петельку после того, как сделали две воздушные петли. И краешек ниточки отправляем в серединку нашу, на изнаночную сторону. Закрепляем его, прячем. И делаем аккуратную нашу макушечку с внутренней стороны. Все. В итоге у нас получилось вот такое замечательное закрытое отверстие макушечки. Наш узор плавно перешел в красивую лицевую гладь. Посмотрите, что у нас сверху. И нам остается лишь только нашу шапочку намочить, придать ей форму, одеть на что-то объемное. Можете, как наши мамы и бабушки делали, одеть на баночку, мокрую нашу шапочку, придать ей вида красивого. И высушить, подождать, пока она высохнет. Хотите, если у кого-то есть манекен. Вот, конечно, можно на манекен. Вот, и в итоге получилось все, как на мой взгляд, достаточно аккуратно и красиво. Она имеет такой вот вытянутый вид, но на голове, при объеме, скажем так, головы, все аккуратненько сядет. Это все вот так вот отгинается, загинается вовнутрь. Вот, и не забудьте спрятать вот этот краешек ниточки на изнаночную сторону. Наш маркер в конце ряда или в начале ряда можно уже убрать, он нам не нужен. Если же вы не ввязывали нашу первую вот эту ниточку наборочного края в вязании первого ряда, первых петелек, то вам, соответственно, придется его сейчас уже в конце работы все равно спрятать и закрепить. Вот, что у меня получилось в итоге. Мне осталось немножечко придать форму своей шапочке, и она готова. Я надеюсь, что у вас все получилось, было интересно и понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!